здравствуйте дорогие друзья рада вас приветствовать на канале арт зирка сегодня мы будем рисовать классную такую лисичку получится у каждого для работы нам понадобится альбомный лист палитра простой карандаш краски какие есть гуашь акварель акриловые краски возможно фломастеры все что у вас есть под рукой и конечно же самое главное это хорошее настроение я специально взяла маркер чтобы вам было видно что делать что рисовать лисичка наши немножечко похоже на восьмерочку вот если внимательно посмотреть то действительно какое-то такое сходство присутствует и только острый носик немножечко выдает форму что это лисичка да что это какой-то зверек вот на данном этапе даже похоже немножко на кротах такой который слепой а вот сейчас ухо появилась треугольничек мы нарисовали и уже лисичка похоже на лисичку но вот так и так дорогие друзья вы видите палитру у меня на палитре белый желтый лимонный желтый светлый красный красный карминовый малиновый его еще можно по-другому назвать голубой синий ультрамарин и черный цвет и конечно же белый белого аж три раза я выдавила для того чтобы мы могли делать классные новые замес и начнем мы с того что смешаем красный и желтый между собой добавим капельку белого для того чтобы сделать шерстку для нашей лисички я использую кисточку синтетика пробуем экспериментируем у всех все получится и покрываем шерстку таким вот достаточно желтым ярким смотрите желтый мы смешали с красными добавили беленького немножко поэтому шерстка яркая мы ее потом еще несколькими слоями до будем выбеливать но изначальный тон нам нужен потемней так шерсткой справились что же дальше будем делать но конечно дальше будем делать замес для самой лисички яркий оранжевый цвет оранжевый у нас относится к дополнительным цветам соответственно очень часто его в палитре цветов красках нет его нужно делать как его сделать нужно взять красный алый и желтый средний и получится такой насыщенный оранжевый цвет в зависимости сколько вы возьмете желтого от этого будет зависеть он будет рыжей или красней сам наш оранжевый цвет чем больше желтого тем ближе к оранжевому он будет чем больше красного соответственно красным более сильный он может ну как бы снивелировать весь желтый цвет съесть его можно даже так сказать ну чуть будет светлее все поэтому тут очень важно баланс держать поэтому мы на палитре и смешиваем и смотрим что же у нас получается дорогие друзья и обратите внимание что я решила нашей лисе нарисовать хвост ну а то она как-то без хвоста но совсем на лису не похоже все-таки у лисы украшение это ее хвост мы знаем что лиса хитра она своим хвостом заметает следы там где она ходила чтобы не увидели охотники там зайчик и так далее поэтому все-таки хвост это неотъемлемая такая визитка лисы обязательно ее нарисуем хвостик нарисовать очень легко можно сказать если по форме посмотреть то это кружочек и треугольник сложном вообще в этом нет ничего и сейчас у нас достаточно простая работа просто оранжевым цветом прокрыть всю всю лисичку чтобы нигде не остался белый цвет все избавляемся от белого вот наша такая основная задача все мы покрыли а теперь можем немножечко поработать с тем что я возьму смотрите малиновую краску или карминовая она по-другому называется каплю туда добавляют черного видите какой замес и все-таки вот в этот наш оранжевый где и было получается такой немножечко коричневый цвет вы видите на палитре то коричневого нет для того чтобы создать темноты у лисички смотрите я работаю все одной кисточкой это синтетика форма круглая немножечко притемняю шерстку нашей лисички чтобы показать что она у нас объемная особенно внутри ушка делаю черным чтобы создать эффект глубины обязательно по краю немножечко проходим но так слегка растушевываем чтобы не было похоже на обводку и все-таки пытаемся показать шерстку такими рваными движениями кисточки слегка как бы втирая растушу тут же я этим таким коричневатым цветом носит уточню глазки и работаем по всей работе планомерно смотрите самое важное до такой момент что хвостик мы не со всех сторон будем проходить коричневым а именно там с той стороны где он лежит чтобы создать вот этот эффект объема сверху как бы свете солнышко свет хвостик светлей а снизу он немножечко темнее смотрите я сделала прям такой яркий оранжевый цвет желтый добавила и туда капельку красного и решила еще кое-где вот так вот кисточкой пройтись чтобы смягчить вот эту обводку между грудкой и самой яркой нашей оранжевой лесой кое-где чем больше мы будем использовать разнообразных цветов но близких друг к другу оттенок of тем более красивее ярче насыщеннее будет наш рисунок это во всем так это и есть живопись до что мы используем вроде бы оранжевый но чуть-чуть темнее чуть-чуть светлее где-то коричневенький где-то бежевый где-то чуть-чуть желтеньким и лисичка сразу становится такой объемной красивой прям шерстка у нее так поблескивает ведь и кое-где даже такой вот светло-светло оранжевый с беленьким тут же вот перехожу на грудку буквально вот белые такие клочки сделать чтобы грудка у лисички засветилась мне очень нравится как получается и вы видите что я специально для вас дорогие друзья ничего не ускоряла чтобы у вас тоже все получилось шаг за шагом поэтапно нарисовать очень красивую лисичку и конечно же конечно же обязательно ставьте лайк этому видео жмите колокольчик чтобы не пропустить уведомления о новых видео подписывайтесь на канал арт зирка потому что больше 50 процентов моих зрителей не подписаны на канал и ребята неужели вы хотите пропускать видео а видео выходит каждую неделю я специально стараюсь для вас обязательно подписывайтесь конечно же делитесь видео с друзьями так классно рисовать вместе смотреть у кого что получилось у кого что лучше обмениваться опытом и так далее ну а сейчас пришло время приступить к фону для этого я беру голубой капельку черного и немножко белого получается такой в принципе насыщенный серо-синий цвет кое-где я начиная с темнот именно там где у меня темно кое-где я навожу темным цветом увидеть тут же я беру белый цвет белый гуашь или акрил у кого что есть и начинаю на кисточке немножечко схватился вот этот вот серо-синий цвет и начиная в принципе закрашивать всю всю картину мне нужно сделать фон поэтому экспериментирую дорогие друзья не делаем фон одной краской очень часто особенно дети они любят сделать замес белый с голубым или вообще из баночки давайте так говорить голубой прям брать и просто одним то нам закрасить ну это мы уже умеем делать давайте учиться дальше давайте пробовать что-то новое вы видите что с помощью белого водички немножко голубого серого мы можем немного менять оттенок да он холодный он такой голубовато-серый но где-то темнее где-то светлее вот мы его меняем и таким образом у нашем фон становится разнообразным он не одинаковый и возникает вот та самая глубина зима да вот эффект холода такого что вот прям лисичка стоит а тут где-то вот в юго снег идет все кружится она такая маленькая среди холода вот мы этого эффекта и достигаем если просто закрасить голубым покажется что она на фоне каких-то обоев стоит а нам этого не надо нам все-таки нужно создать эффект природы так я думаю вы меня услышали что мы немножечко делаем разнообразный фон и серый и белый из голубым и все это растушевываем постепенно где надо утемняем действуем мы в данном случае интуитивно сейчас у нас задача избавиться от белого листа все все покрыть дальше мы будем детализировать уточнять и будем прибегать к волшебству я вам расскажу самый главный секрет как сделать объем как сделать сугробы снежные уверена что у всех все получится дорогие друзья фон мы успешно закончили делать разнообразного на нас получился интересный и конечно же нам нужно будет хорошо хорошо помыть нашу кисточку и взять такой белый белый яркий цвет белую белую гуашь для того чтобы мы могли сделать снежок который падает с неба но упал он немножко на лисички будет снежочек и конечно же мы сделаем интересный эффект сугробами смотрите кое-где на кисточке остался еще серый цвет обязательно под хвостиком у лисички сделайте серым потому что тень падает от хвостика и сейчас мы будем делать белый белый снег если есть возможность помыть кисточку обязательно помойте кисточку помойте кисточку и замените воду и так ставим белые точечки белой гуашью или белым акрилом что у вас есть знаем что в акварельных красках нет белой это гуашь потому что в профессиональных акварельных белого нет только в детских и тоненькой кисточкой единичкой ставим такие белые белые точечки как бы такой снег пушистый упал только только на лисичку еще не успела растать конечно же по всей где-то на спинку поставим на лобик на ушко где-то просто снежок падает и такие очень-очень достигается красивый эффект на такой ярко оранжевые шерстки белый пушистый снег очень красиво обязательно на хвостик сделаем белые точечки белый снег такой вот пушистый красивый нашу красивую лисичку украшаем таким образом даже вот вот тут вот где носик упал белый пушистый снежок красиво красиво у нас все получается дорогие друзья где нужно мы можем где-то подбелить если мы считаем нужным вот я решила около ротика чуть-чуть подбелить взять белый цвет и немножечко по шерстке вот этой пройтись впереди немножечко сделать ее более яркой смотрите сами смотрите как по вашей картине что вам больше нравится как вам откликается не забывайте что в правом верхнем углу висит картинка именно так который у нас получится в конце видео мастер-класса это не какая-то другая это именно та самая да да и так время пришло волшебное время сугробов у нас достаточно насыщенный фон был он немножко сероватый такой голубоватый и когда мы сверху сделаем белые точечки а снизу останется такой серый вот получится такой эффект мягкого большого такого сугроба обязательно сделайте этот эффект вот сейчас смотрите происходит внизу серо а сверху белый белым цветом делаем как будто бы такие штампики точечки и получается эффект именно глубины сверху белый а снизу немножечко сероватый это такой мягкий эффект сугробов и идет плановость передний план и задний план это очень легко сделать но в то же время очень эффектно получается конечно же дорогие друзья давайте мы с вами сделаем цветочки но скорее это не цветочки это такой бурьян сорняк который сухостой он зимой очень часто не то чтобы растет остается с осени и соответственно толстый стебель и зончатый зончатое цветение как это нарисовать мы можем вспомнить как у нас цветет укроп и что-то похожее нарисовать у одуванчиком похожие семена но они очень маленькие а тут они очень большие значит похоже действительно на зонтик одна основной стебель палочкам и от нее где-то пять палочек вверх идут таким полукругом и сверху шапочкой делаем точечки светло-серым цветом и получается очень красивый такой узор из зимних цветов да но скорее всего сухостоя такого зимнего но в то же время очень красиво и эффектно смотрится как сделать серый цвет черный и белый смешать между собой получается красивый серый цвет вот мы рисуем сейчас еще где-то веточку увидите как это легко и просто палочка в 5 еще центральных палочек и соединяются сверху точечками такими полу кружочком где-то просто нарисую веточки на дальнем плане в кое-где и конечно же хочется еще добавить побольше на саму именно работу на фон снежочка и можно будет еще белым проработать кое-где на цветах на наших добавить белый момент и до что вот где-то на них снежок это уже детали но в тот же момент вот эти детали и делают всю красоту я все-таки решила вернуться к нашей лисички пока фон сохнет и взять темный цвет практически черный и кое-где усилить и и шерстку особенно в теневой части лапки внизу туловище и хвостик и делаем это все таки способом чтобы было похоже на шерстку на наших цветочках я решила кое-где сделать снежок посмотрите как получается сразу рисунок оживает наш и обязательно дорогие друзья подписывайтесь на канал арт зирка ставьте лайк жмите колокольчик чтобы не пропустить новые уведомления о видео и конечно же пишите комментарии понравилось ли вам видео какие вы видео ждете еще давайте рисовать вместе и конечно же присылайте фото своих работ мне в инстаграм на аккаунт арт зирка дорогие друзья наш красивый рисуночек с лисичкой подходит концу мне очень понравилось рисовать вместе с вами я считаю что у нас очень классно круто получилось я уверена что у вас тоже очень классно получится дорогие друзья прощаюсь с вами до скорой встречи в новых видео с вами была арт зирка пока пока а